Надеть боевку за считанные секунды и потушить условный пожар. Студенты аграрно-экономического техникума «Будущие пожарные» сегодня также сражались за победу в региональном этапе Всероссийской Олимпиады профмастерства. Наравне с юношами свое мастерство показывали и девчонки. Группа была сформирована два года тому назад. Это первый и пока единственный опыт обучения студентов в специальности «Пожарная безопасность» на территории Нинецкого округа. Олимпиадные задания студенты выполняли на территории первой пожарно-спасательной части. В эпицентре событий находилась и наша съемочная группа. Студентка второго курса аграрно-экономического техникума Ирина Филиппова готовится стать пожарным. Сегодня она участвует в региональном этапе Всероссийской Олимпиады профмастерства по направлению «Пожарная безопасность». Одно из практических заданий Олимпиады – надеть боевку правильно и при этом уложиться в норматив. С этим испытанием Ирина справилась на отлично, показав лучший результат. Не ожидала, конечно, но тренируемся мы часто. Боевое развертывание тоже часто проводим, потому что нам по специальности то, что выйду в лидеры, я вообще никак не ожидала. Характер у Ирины боевой, поэтому и профессию выбирала по душе. Признается, сначала мечтала стать полицейским, но учиться пошла на пожарного. И ни секунды не пожалела. В одной группе с Ириной учатся еще 22 студента, в том числе три девушки. Но в Олимпиаде профмастерства участвуют не все. Заявлено только четыре команды, по четыре человека в каждой. Накануне участники Олимпиады прошли тестирование и выполнили первое практическое задание. Наставник ребят Роман Ляпин результатом своих подопечных доволен. Тестирование провели. Ребята очень хорошо решили задачи, рассказали, все полностью объяснили. И сейчас они показывают свое мастерство. Одевание боевок было. Конечно, мне очень понравилось, что женская половина у нас дает бой ребятам. И очень-очень сильный. У нас есть нормативы, по которым одевается боевая одежда. Нормативы, они уложились все. То бишь, на двойку не сделал никто. Просто кто-то сделал отлично, а кто-то очень отлично. А вообще нормативы, какое нужно время? А время 19, 21, 23 секунды. Самое позднее – это 23 секунды. Впереди у студентов новое испытание – боевое развертывание пожарных рукавов. После напутственных слов наставника ребята отправляются к пожарной машине и ждут сигнала. Начали! Боевое развертывание является кульминацией всех видов подготовки. Здесь отрабатываются различные элементы – прокладки рукавной линии, установки лафетного ствола, который способен подавать 20 литров воды в секунду. Действовать ребятам надо быстро и слаженно, при этом не допускать ошибок. Сложность испытания добавляет и разогравшаяся метель. Сильный ветер и снег закрывают обзор. Но для настоящих пожарных это не помеха. Ведь в реальной жизни им приходится справляться с огнем при любой погоде. Преодолевать трудности, вопреки погодным условиям, студентам предстоит и в будущем. Впереди у них еще два года учебы в НАЭД, после окончания которого они смогут устроиться на работу в первую пожарно-спасательную часть, где сегодня проходит подготовку и обучение. Для того, чтобы прийти к нам и поступить на должность младшего начисостава, рядового и младшего начисостава, необходимо общее среднее образование. Но они, видите, получают образование по пожарной безопасности. Поэтому, скажем так, при наборе к нам сюда на эти должности, естественно, будет приоритет им отдан. Почему? Потому что они уже, скажем так, в курсе всех моментов наших. Поэтому, естественно, мы будем отдавать приоритет этим ребятам. По итогам сегодняшних испытаний лучший результат показала команда Ирины Филипповой. В награду ребята получили грамоты. Всего в этом году региональный этап Олимпиады предусматривает испытания по пяти специальностям среднего профобразования. Заключительными станут испытания по защите в чрезвычайных ситуациях, которые пройдут 12 апреля. Организатором Олимпиады в Нинецком округе является региональный центр развития образования.